всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости моего кулинарного канала где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления сербской мусаки именно так как ее готовят сербии по-русски называть конечно это можно запеканкой картофельной с мясным фаршем чтобы узнать рецепт смотрите видео далее желаю вам приятного просмотра беру две луковицы крепчатого лука общей массой 200 грамм и нарезаю их мелким кубиком далее беру морковь 100 грамм меня уже заранее была натерта и заморожена я так храню морковь вам нужно взять одну большую морковь и натереть ее на мелкой терке ставлю на плиту сковороду наливаю сюда приблизительно 2 столовые ложки оливкового масла и разогреваю его разогретое масло выкладываю лук и обжариваю его на среднем огне около 4 минут через 4 минуты добавляю морковь обжариваю еще около 4-5 минут когда овощи почти обжарились добавляю 500 грамм куриного фарша в идеале конечно для этого рецепта нужен свиноговяжий фарш если такой имеется у вас то добавьте обжариваю теперь этот фарш пока он не подлумянится пока готовится фарш я беру 700 грамм картофеля уже чищенного и нарезаю тонкими слайсами для этого желательно иметь хорошо наточенный нож бывает что есть специальные терки такие которые нарезают тонко овощи если у вас такая имеется то очень хорошо если нет то пытайтесь нарезать ножом нарезанный картофель держу в воде и подкладываю пока в сторону теперь беру 4 помидора весом 400 грамм и тоже нарезаю их тонкими кружочками вы можете нарезать кружочки насколько позволяет нарезанный кружочки помидоры пока я перекладываю на тарелку беру глубокую форму для запекания смазывая ее сливочным маслом масло взял примерно где-то 20 грамм беру свой нарезанный картофель и выкладываю на дно формы захлёст поверх картофеля выкладываю одну треть готового фарша поверх фарша опять выкладываю нахлёст картофель нарезанными слайсами и так чередую пока не закончится фарш но еще при этом останется картофель на третий слой фарша я выкладываю помидоры при этом у меня еще остался картофель картофель пойдет на самый верх это очень важно чтобы верхний слой был именно из картофеля картофель будет ложиться поверх помидоров оставшийся картофель весь который у меня остался слайсами выкладываю полностью наверх выложив картофель теперь все это отправляю в духовку разогретую до 250 градусов на 25 минут по истечении времени я достаю форму для запекания пока откладываю в сторону беру глубокую миску вбиваю сюда 3 куриных яйца вливаю сюда 200 миллилитров сливок жирных вместо сливок можете добавить молоко всыпаю сюда чайную ложку соли 3 чайные ложки черного молотого перца и все перемешиваю как на омлет заливаю эту смесь в свою мусаку поверх я посыпал также сыром российским просто не вовремя включил камеру и не заснял это сыр у меня было 100 грамм теперь отправляю эту форму запекаться в духовку еще на 20 минут при той же температуре при стечении 20 минут моя сербская мусака готова можно ее подавать к столу нарезать какими хотите кусками и порциями и сверху желательно посыпать петрушкой ну а на этом я с вами прощаюсь благодарю все кто посмотрел это видео до конца не забывайте под видео нажимать палец вверх подписывайтесь кто еще не подписан и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео желаю вам всего доброго пока 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 Продолжение следует...